Напомнить мамам о детях. В преддверии 1 сентября судебные приставы совместно с представителями общественной организации «Женщины России» навестили мам, которые забыли о материнском долге в целом и об алиментах в частности. Отрадно отметить, что в управлении Федеральной службы судебных приставов Москва снижается количество алиментных исполнительных производств, что дает уверенность в том, что люди и граждане своевременно начинают добровольно оплачивать такой вид долга, как взыскание несовершеннолетних детей, и это все будет происходить без службы судебных приставов. В гости традиционно идут не с пустыми руками, с подарками для ребят. У первой неплательщицы двое детей и серьезный конфликт с отцом школьников. Мужчина подал на алименты. От выплаты молодая мама уклоняется в течение двух месяцев, несмотря на то, что судебное решение вступило в силу. Чем вам мы можем проконсультировать и помочь в той части, что вам непонятно для исполнения решения суда? Мне вообще непонятно, вот это вообще моя вся ситуация. То есть я живу дома, он говорит, что я дома не живу, детьми я не занимаюсь. Как мне вот это доказать? Адвокат вот сейчас вот тоже занимается этим всем. По словам женщины, она обеспечивает младшего ребенка, а старшего – отец. Приставы рассудили, маме просто нужна юридическая помощь. Женщине рассказали, куда можно обратиться, чтобы решить все вопросы. А эта неплатильщица лишена родительских прав. Старший ребенок сейчас в детском доме, младшего воспитывает сама. Средства на содержание подростка в госучреждении не перечисляет уже несколько лет, хотя ездит туда каждый месяц. Приставы общественницы напомнили, всегда есть возможность воссоединиться с семьей. Ее лишили родительских прав в свое время, обоснованно решением суда. Ну, мы направили ее на консультацию, разберемся в этой ситуации. Может быть, сегодня уже, возможно, она исправила свое поведение и, возможно, восстановить ее в родительских правах. У всех этих мам может появиться шанс на новую жизнь без долгов и разбирательств. Но только если они сами захотят решить свои проблемы и последовать советам приставов и юристов. Мария Медлицкая, Анатолий Логинов, РТВ Иваново. Мария Медлицкая, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.